Всем привет! У нас посылочки из Бонприкс. Две посылки. Вот это тяжелое, это полегче. Наверное, буду снимать в два видео. Ну, посмотрю, как уложусь по времени. София не перпешь. Я бы сняла, конечно, позже. Я хотела к этому больше подготовиться. Но София очень хочет быстрее распаковать и посмотреть, что же я заказала. Так, девчонки, будем с вами распаковывать. Сейчас, как бы мне стало сесть. Ты не поставила. Я знаю, что не поставила. Я не хочу просто пакеты и ложить на диван, потому что, ну, сами понимаете, где-нибудь только не ерзает. Я уже вижу. А-на-на-на-на. Красота. Все красивенько. Так. София, держи. Я держу. Это твои. Это мое все? Нет, нет. Там твое одно. Так. Девочки, это не обзор, я сразу говорю. Это не обзор одежды. Это я сама заказываю посылки, сама оплачиваю. Никто мне на обзор ничего не присылает. Так что ни ссылки, ничего я оставлять не буду, потому что это не прямая реклама. Я просто показываю, что же я заказала. У нас здесь мужская рубашка. Она, держи, Женя мужскую рубашку заказала. София заказала вот такие вот топики. Они что, большие? Ну, я не стала заказывать 128, 134. А они были как раз. Симпатичные. Сейчас фамилию это я покажу. Потом. Это мое платье. И вот такой заказала бомбер себе. Это бомбер? Да. Для класса. Ну, давайте начнем с самого яркого. Так, мне на паузу ставить? Ничего на паузу не надо ставить. Буду вот так открывать, все показывать, все, что есть. Мне он очень понравился. Кстати, он очень-очень тяжелый. Мам, он такой зеленый. Ой, девочки, какой он красивый. Все-таки не зря я его заказала. Знаете как? Я обычно там сердечки отмечаю, то, что мне нравится. Но мне понравился, я его кинула в корзину. Ну, заказ не сделала. На следующий день захожу, на него акция, скидка. Думаю, надо брать. Надо брать. Смотрите. Офигенный какой. Ну, это кто любит такое все блестящее. Он перевертается в черный. Да, ну, пусть будет вот так. Ну, да. Очень классно. Вот эта часть, спинка, это трикотаж. Это не синтетика? Нет, это трикотаж. Трикотаж. Сейчас померяю. Я же специально даже не раздеваюсь, девчонки. Специально думаю. Тебе так хорошо видно. И меня всем приветствуют. Размер заказывала 40-42. Сейчас померяем. Под черные джинсы. Девочки. Они застегиваются. Красавица. Обалденно. Карманов нет? Нет. Эх, жалко. Карманов нет. Ну, как, под брючки ходить? Ну, такая, как спортивная кофточка. Мне нравится. Красиво смотрится? Угу. Вот так смотрится. Хочется руки в карманчике. Ну, ладно, будем без карманчиков. Он переворачивается. Видите, перевертажка. Можно сделать чисто черной стороной. Но опять же такой мрачный. Мрачный? Митя, тебе нравится? Ну, в общем, поняли, да? Ну, конечно, уже в нем ходить холодно. Это уже будет на весну. Обновки для весны. А мне и сейчас можно в этом ходить. Хороший. Бомбер. Вот так выглядит бомбер вблизи. Размер 40-42. Бодифлирт. Качество очень хорошее. Смотрю, трикотаж хороший. Все сделано, как всегда, очень даже аккуратненько. А тут вот сеточка под низом вставлена, чтобы пайетки не кололись. Ну, на летом, если прохладненько накинул, или осенью, или весной теплый, можно его носить. Мне нравится. Очень так прикольно выглядит. Красивенький. Так, теперь София не может дождаться, открыть свои. Никит, у себя не надо. Так, давай начнем. Я сейчас тебе достану. Доставай, доставай. Никит, не лезь. Так, вот такой вот первый топик. Вот такие вот топики. София не очень любит ходить в маечках. Ну, а уже, как бы, девочке надо, бюстгальтер еще рано, вот топики самые разные. Смотрите, ты чего пакет грозешь? Ну, она тоже хочет поиграть. Вот сзади вот так тут. Как маечка, как борцовочка сделаны. Да, я вам очень дальше рада. Три топика. Мне вот такой вот очень понравился. Звездочки. Белый с черными звездочками. Все аккуратненько. Хорошее, да, качество? Шовчики, все аккуратненько. И вот такой вот розовый-черный горошек. Нет, он темно-темно-синий. Нет, он черный горошек. Не знаю, конечно. Я думаю, на тебя будет как раз уже, Софи. Нет, не срадай. Все, и топики мои трогать не надо. Скажи, девочки, мне же интересно все. А сейчас я начала кусаться. Все, Софийка хочет померить, но ей меряй. Ну, я только, конечно, показывать тебя не буду, София, в топике. Ладно, решили показать. Топик выглядит прилично, да. Спинкой повернись. Вот так вот. И он на меня как раз таки. Так, следующий заказ хочу вам показать. Это вот такая мужская рубашка. Девчонки заказала наугад. Заказывала в тот момент, когда Женя был в Харькове. Не знаю, подойдет ему, не подойдет. Переживаю теперь. Размер был... Сейчас открою. 39-40. Это по вороту. Даже по вороту мерить. Сейчас с вами откроем. Рубашка такая более спортивного стиля, но не строгая. Вот такая ткань приятная. Не знаю, понравится ли Женя она. Мне она в видео, ну, в интернете понравилась. Ну, что я переживаю, что она будет большая, девочки. Вот так она смотрится. Мне понравился вот такой воротничок. Так, смотрю на рубашку, девчонки, переживаю, что она большая. Качество хорошее. Камера чуть-чуть не передает цвет. Она похожа более как на джинсовый. А на видео чуть-чуть другой оттенок. Вот такие надписи. Бока так прикольно сделаны, необычно. Женя придет, забракует. Не знаю сейчас. Ну, спинка просто сзади ровненькая. Спинка сзади ничего не надписи, ничего нет. Это Бонприкс. Не фокусирует камера. Ну, я заказывала. Это был самый маленький размер. Я решила, что она будет на нее как раз. На Жене будет как раз рубашка. Ну, придет, померяет. Потом вам скажу, подошла она или не подошла. Вот такие поечки. Видите, здесь написано Бонприкс. Пробую сейчас на другую камеру снимать. Вроде бы здесь цвет, да, совсем другой теперь стал. Ну, вот такая вот рубашка. Девочки, цены. Буду в видео, не буду сейчас ничего говорить. Видео под каждой вещью я напишу, сколько стоила цена. Теперь мое платье вам покажу. Платье я заказала, ну, как бы для дома. Ну, не знаю. Сейчас на него посмотрим поближе. Может быть, можно и летом будет в нем ходить на улице. Как я себе красное заказала для дома и хожу в нем тоже на улице. Платье идет... Сейчас ближе вам покажу. Было бордового цвета и синего. Но, по-моему, бордового не было на меня размера. Вот оно, видите, как идет, как бы как поло. Воротничок. И тут идет, как футболочкой. Вот такое платье. Здесь такая вышивочка. Обыкновенное трикотажное платье. Сто процентный катон. Не знаю, девчонки, как по длине будет мне. Ну, я такие платьишки люблю. Просто вот такой вот. Я потом вам померю его. Очень приятная ткань. По отзывам читала. Девчонкам понравилась. Хорошая. Ну, больше, наверное, для дома. Ну, хотя летом, если под мокосинчики беленькие надеть, мне кажется, будет тоже красиво. Сейчас я вам его померяю. Вот такое вот платье. Оно обыкновенное, как спортивное платье. Я думаю, буду в нем ходить по дому. Хотя можно и на улице. Очень даже, мне кажется, нормальное платьишко. Я надела мокосинчики вот эти, что Циля мне высылала, беленькие. Так вот, показать. Хорошее платье. Такое, как спортивного стиля. Ну, только, конечно, вот это выдает блестяшки. Получается, тогда не спортивный. Цветочек такой. Я вот смотрю, что бордовая. Ну, бордовый, по-моему, не было цвета. Бордовый такой красноватый. Мне кажется, в нем было бы было мне ярче. Это как-то так темновато, да? Просто. Ну, простенькое такое, хорошенькое. Очень-очень приятное к телу. Сопроцентный. Котон. Хорошо. Летом на море можно, да, ходить. Хорошенькое платьишко. Вот такое вот спортивное платье. Так, ну что, открываю тогда вторую посылку, да? Сразу будем открывать с вами. Открываем вторую посылочку. Сейчас я открою, достану вещи. Здесь у нас. Здесь моя одежда и Женина. Так, давайте сразу покажу Жене, что я заказала. Это джинсовые шорты. Так, надо пакет убирать, потому что кто-то их сразу сейчас стырит. Так. Вот такие вот джинсовые шорты для Жени. Я думаю, ему понравятся. Прикольно. Вот тут сделано, видите, как на веревочке. Веревочка протянута по всему поясу. Можно ходить без ремня, просто затянуться. Вот такие вот шорты. Качество джинса мне нравится. Хорошие. Такие качественные. Фирма Rainbow. Нет, такая тоже одежда с этой фирмы. Ну, есть, мне очень нравится. Надеюсь, на Женю шорты подойдут. На себя угадывая, на Женю не всегда. Шортики. Микоська. Ой, девочки, это съемка, видите как. Как с этой девчонкой делать съемку. Ну, снимаю, как есть, домашнее видео. Как посмотришь у девчонок, так красиво. Интерьер там, цветочки, фонарики горят. А тут вот, кто помощница мне видео снимать, бегает. А что у тебя лапки мокрые? Что-то у них холодные. Следующее. Заказала еще один себе бомбер. Тоже он был по скидке, по-моему. Не знаю, как с размером. Он идет шифоновый. Я заказала не 40-42, а 44. Потому что он может не тянуться. И заказала больше размер. Сейчас я на платье его как раз вам и померяю. Под джинсы носить. Внутри вот такая вот подкладочка идет. Тканевая. Тоже Рейнбол. Фирма. Есть петелечка. Шатает мне камеру. Надо было джинсы. Ну ладно, я же уже платье надела. Сейчас вам скажу, хоть бы он застегнулся, девочки. Нет, застегнется. Если бы взяла 40-42, не застегнула бы. Вот, смотрите. И снова карманов нет. Вот такие. Не, девочки. Есть? Не, нету. Или есть? Или они застроченные? Что-то я не пойму. Мне кажется, есть, но они пришиты. Может и не надо. Как вам вот такой вот бомбер. Такой цветочный, яркий, да? Красиво. Розовую помаду. Видите, сегодня без красной помады. А все руки бросится в карманы. Рукав нормальный, длина. Я не скажу, что он... Смотрите, плечи нормально. Все красиво смотрится. Не знаю, я довольна. Мне нравится. Уже, конечно, не поносишь. Все. Все остается на весну. Как раз цветочки зацветут. Деревья зацветут. И буду носить вот такой вот бомбер. Под джинсы, хоть под черные, хоть под голубые. Под любые. Расстегнул. Вот так накинул. И летом, если прохладно, тоже можно накинуть. Как вам? Нравится? Мне да. Мне нравится. Тоненький. Тоненький. Это шифон. Ткань шифоновая. Специально, да, думаю, закажу. 44. Сейчас вам покажу. Поближе. Так. Вот размер вам сейчас покажу. Размер 44. Кто-то мне тут дает вам показывать. Я ей девочке вот ругаю. Ну, Микки, ну не мешай мне. Видишь, что делает? Ну, Микусечка, мама же видео снимает. Зайка. Скажи, а мне все равно, что ты снимаешь? Видите, от костюма ходила, под лапками шерсть сбилась. Микуся, у нас другое видео. Не про тебя, зайка. Ты тоже хочешь звездой быть, зайчик? Вот так выглядит. Очень качественно сделано. Все, подкладочка, ни ниточки. Ничего не торчит. Ой, ты боже мой. Смотрю, вот здесь вот вытачки сделаны на груди. Такой вот замок. А ну, карманы, девочки. Мне кажется, вот они, карманы, да? Вот они спрятались. Это ж не дырка? А ну, с этой стороны. Сейчас поищу карманчик. И тут, мне кажется, когда зашито. Просто они, наверное, зашиты, девчонки. Зашиты, зашиты. Видно, вот тут должен быть карман. Вот он. Он просто приятный, прихваченный. Ладно, потом посмотрим повнимательнее. Ну, в общем, вот такой бомбер. Не знаю, мне сильно нравится. Он такой яркий. Ну, веселенький. Девчонки, я хожу в платье. Вот прям очень комфортное. Трикотаж не очень тоненький. Он такой плотноватый, но очень мягенький. Такой приятный к телу. Так что в этом платье уже тогда дальше и буду сниматься. В общем, у меня следующий заказик. Сейчас вам покажу, что это у нас. Ага, я вспомнила, что это. Бывает, заказываешь, потом уже не помню, что ты заказал. Сейчас снова будет примерка. Пока на меня все подошло. Все идеально. Все хорошо. Убираю сразу. Так. Печки, что-то я ничего не пойму. Очень, очень, очень мягенькая. Очень, очень нежненькая. Конечно, мне смущают вот эти звездочки. Сейчас я вам покажу подробнее, что это. Это у нас, это боди. Вот видите, кнопочки. Боди с вот таким красивым В-вырезом, как я люблю. Но качество я не могу вам передать. Вот, ой, боже, прям какой-то бархат. Вот такой приятного качества трикотаж. Но он, конечно, тонюсенький, тонюсенький. Прям тоненький. Размер 40-42. Я взяла его под юбку. Сейчас вам юбку покажу. Под какую юбку. Чтобы одевать юбку. И вот здесь было красиво. Ну, единственное, я, когда заказывала, я не обратила внимания на вот эти вот звезды. Они мне как бы не очень. К чему бы они мне эти звезды. Может, они вытрутся, девочки? Не знаю, к чему эти звезды. К чему они, девчонки? Вот, боди. Сейчас поближе рассмотрим его. Никогда не заказывала именно боди для, ну, так, повседневной одежды. Смотрю на него поближе. Думаю, не обязательно его и под юбку можно носить. Можно и под джинсы, и под брюки, под что хочешь надевать. И под юбку. Удобно вместо футболки. Вот так. Как-то так, да? Как-то так. Ладно, пусть лежит. Здесь кнопочки. На кнопочки застегиваются две кнопочки. Рукой одной я открыть не могу. Ты мне пришла помочь? Кнопочки очень такие плотненькие. Но они, по-моему, пластиковые. Да, да, пластиковые. Ладно. Сейчас дальше покажу вам юбочку. Ну, и уже померяю с этим боди. Ну, вот эти звездочки, конечно, что-то меня огорчили. Ну, может, они будут на руке смотрится ничего. Ну, и давайте откроем вот такую вот замечательную юбку. Ну, переживаю по поводу размера. Юбка тоже не встречивая. Заказала на размер больше. Давай аккуратно откроем. Вдруг не подойдет, и мне придется ее отправить. Хотя у меня такого никогда не было. Обычно всегда все подходит. Юбка вельветовая. Мне очень понравилось на фотографиях, на девушках, на моделях, как она смотрелась. По отзывам очень много отзывов было. Всем понравилось. Были в трех цветах. Черная, коричневая и рыжая. Ну, я любитель черного цвета. Заказала черную. Так. Я ее не мерила, девчонки. Я думаю, она на меня большая. Смотрите, какая она очень широкая. Надо было все-таки заказывать 40-42. А не так, как я заказала 44. Девочки, видите, 44 размер. Я смотрю, она прям широкая. Микузька, не мешай. Я ее так ждала. Она так на девчонок классно смотрелась. Я отзывы почитала. Ой, ну что, в ателье будем ушивать. Классный тут так пояс завязываются. Карманы. На молнии. Микки, не расстраивай меня и ты. Я тут уже расстроилась за юбки. Сейчас померяю. Так, девчонки. Ну, я боди пока не надевала, одела юбку. Надела, одела. Ну, вот видите, как бы она свободна. Может быть, не моя длина. Я не пойму. В ней, конечно, мне, вот я чувствую себя комфортно. Но мне кажется, она меня полнит. Девочки, что вы скажете? Конечно, мне как-то, не знаю, на фотках так на девочках стильно она смотрелась. Или это не мой фасон. Мне бы покороче казалось бы. Ну, хотя вот так, по ощущениям, юбка очень даже... Не знаю, как вы думаете. Если бы на размер меньше, может быть, она бы вот так утянула меня и было бы некрасиво. А так она сидит так, как надо. А ну, как вам? Не знаю, девчонки. Она, конечно, такая. Вот сейчас на осень носить даже очень ничего. Она с подкладочкой. Не знаю, вам хорошо вот видно очки. Женины шорты. Тут вообще что-то плоховато видно. Ой... Не видно ни ремня, ничего. Отсвечивает-засвечивает. Карманы, карманы. Скажете мне, не пойму даже, большая она или небольшая. Или она такая и должна быть. Девочки. Под макосины, под туфли какие-нибудь. Ну, без каблука. Я каблуки не ношу. Сейчас надену этот бомбер. С бомбером померяем. Она сильно высоко. Мне приятно. Мне комфортно. Ну, как-то мне... Не пойму. Что-то я как-то достала. Она такая какая-то гигантская. И теперь смотрю. Ну, она как бы и тянется. Стрейч есть. Но есть под низом подклада. Подкладка есть. Ой, сомнения. Я так ее ждала, эту юбку. Так она мне понравилась. Ладно, сейчас одену с боди. Попробую вам показать, как смотрится. Девочки. Это очень откровенный вырез. Я не знаю, куда в таком ходить. Ладно, звездочки. Уже забудем про звездочки. А как вот так ходить? Это я просто под юбку надела. Сюда, конечно, нет. Не знаю, девчонки. Вырез такой. Очень откровенный. Очень приятный к телу. На теле вообще не ощущаешь. Я не знаю, что это за... Ну, это понятно. Это хэбэй, трикотаж. Но он очень приятный к телу. Не знаю, застегивать булавочкой или делать как-то вот так. Как-то так. Девчонки, не знаю. Как будем собирать этот наряд? Дополнять. Как вы думаете? Можно вот так. Куртка. Ну, обувь только другая. Я уже не обуваюсь, девочки. Куртка, в принципе, юбка. И этот, вроде бы как, не на голое тело накинул. Как вам, девчонки? Такой лук. Не знаю, прям не знаю. Понятно, что у всех вкусы разные. Мне нравится как бы все. Вот сомнения. Ну, с этим... Не знаю, буду я его для носить. Этот боди. Может и буду. И юбка. В общем, все покупки, все примерки вам все сделала. Все показала. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Мне, ну как, мне все понравилось. Мне нравится все. Это, конечно, можно к соседям спуститься на третий этаж. Кто знает, кто у нас там живет. Вот она какая-то вот эта вот не черная, да, смотрится? Если вот это черный цвет, это как серый графит. Хотя написано, что это черный. Ой, Микки, что ты сделала? Вытянула, девочки. Лежак вытянула. И вот так можно. И вот так можно. Ну, юбка, я вам скажу, знаете как. Если я чуть-чуть поправлюсь, то, ну, поправляться не надо, конечно. То мне кажется, она тогда нормальна. А если бы я меньше сделала? Не знаю. Ну, мне и так комфортно, тепленько. Сейчас я ближе вам сниму ее, покажу, какая она внутри. Вот так. Будем какой носить стороной? Белой, ой, золотой или черной? Черной, да, красиво тоже. Можно черной сделать. Какую хочешь. Всю черную сделаю и буду черной носить. Менять, в общем, будем. Один день золотая, один день черная. Пайетки хорошего, такого качества. Ну, вот я даже их поднимаю. Знаете, есть такие колючие, а это такие не колются. Черный красивее. Или пусть все такое будет разное, да? И черные, и рыжие. Золото. Все. Сейчас вам покажу ближе юбочку, вещи напишу, цены. Ну, вы уже до конца видео досматриваете, уже цены увидите. Вот юбка, видите, с подкладой. Очень так хорошо сделана. Мне очень комфортно. А так на вид она мне как какая-то огромная. Кармашки, ремешки. Вот так. Вот такая юбочка. Ну, все, девчонки, показала вам свои покупки. Я довольна всем. Все нравится. Ну, звездочки. Ну, звездочки. Это как она будет еще сидеть. Правильно? Вот. Надеюсь, вам понравился мой обзор, покупки. Все. Тогда на сегодня все. Всем спасибо. Люблю вас. Всем пока-пока. Пишите, что вам понравилось, что не понравилось. Мне интересно услышать ваше мнение. Все. А на сегодня все. Пока-пока. Пока-пока.